Дмитрий Аркадьевич Зурков, Игорь Аркадьевич Черепнев «Бешеный прапорщик. Вперед, на запад!» Авторы искренне благодарят участников литературных форумов «Вихри времен» и «Самыздад», оказавших своими замечаниями и советами неоценимую помощь и особенно Светлану, Екатерину и Илью Полосковых, Элеонору и Грету Черепневых, Ольгу Лащенко, Веру Горовину, Анатолия Списивцева, Владимира Геллера, Игоря Мармонтова, Виктора Дурова, Виталия Сергеева, Александра Колесникова, Владимира Черменского, Андрея Митилёва и Валерия Дубницкого. Глава первая Вокзалы всегда остаются вокзалами, как бы они внешне не различались. Всегда и везде одно и то же. Суета, толкотня, гомон многолюдной толпы и ощущение времени, быстро утекающего, как вода сквозь пальцы. Нужный поезд должен был прибыть в два часа, но я подъехал заранее и сейчас наблюдал за бьющей ключом жизнью людского муравейника, ожидая Воронцова и Бессонова. Городовых прибавилось по сравнению с обычным днём. Служители правопорядка потеснили в сторону извозчиков, загромоздивших подъезд в ожидании клиентов. И теперь прогуливались взад-вперёд, всем своим видом показывая ревностное отношение к своим обязанностям. А вот и Денис Анатольевич. Сзади раздаётся голос Воронцова. И здесь успел раньше нас. Добрый день, господа. Оборачиваюсь и здороваюсь с Петром Всеславовичем и Бессоновым, снова одетыми в штатское для конспирации. Все формальности в училище закончил, вот и решил прибыть пораньше. И сейчас любуйтесь бурлящей столичной жизнью, улыбаясь, дополняет Алексей Алексеевич, указывая на какую-то дамочку, безуспешно пытающуюся вместе с нянькой успокоить своё горячо любимое и громко ревущее чадо. Вы правы, надо же набираться впечатлений перед возвращением на фронт. Наш разговор прерывает шум подъезжающих автомобилей. Три грузовика с красными крестами на тентах, возглавляемые легковым авто. Клаксонами разгоняют кучки пешеходов и зевак и паркуются прямо напротив центрального входа. Блюстители порядка создают импровизированное оцепление, объясняя народу руками и голосом «Сюда не ходи! Туда ходи!». В легковушке сидит упитанный дядечка в фурешке офицерском кителе без погон, с большой повязкой красного креста на рукаве. Аккуратно подстриженная бородка пенсна на носу. Судя по тому, как засуетились его попутчики, большая шишка. «Об этом человеке мы вчера говорили. Особо уполномоченный Рокко Александр Иванович Гучков собственной персоной», – негромко поясняет Алексей Алексеевич. «Не упустит своего, любит на публике поораторствовать. То-то, я смотрю, уже куча репортеров нарисовалась, блокнотики свои с карандашками достали, топчутся, как халдеи в кабаке при оформлении заказа. О, а вот и фотографы подоспели аж целых три, бегают, ищут место для наилучшего ракурса. Ню-ню, дерзайте, акулы-пера». Позади толпы, в которой мы очутились, снова раздаются звуки клаксонов и язычные крики «Раздайсь!». Медленно раздвигая в стороны кучки любопытных зевак, к вокзалу пробиваются еще два авто. В одном, в окружении двоих казаков-конвойцев, в машине сидят их императорские высочества, великие княжные Ольга Николаевна и Мария Николаевна. На старшей, привычная для нее форма сестры, милосердие, под накинутым на плечи пальто, ее младшая сестра в таком же синем платье, но без фартука и косынки. Во втором авто небольшая свита в генеральских и полковничьих погонах, и как раз в этот момент раздается гудок прибывшего поезда. Из машины выскакивает отки колобок в мундире, бежит к Гучкову, разговаривает с ним минуты две, затем возвращается к великим княжнам и что-то объясняет, виноват, разводя руками. Обе девушки растеряны и, похоже, не знают, что им делать. Ольга машинально смотрит на людское столпотворение, взгляд неузнаваемо скользит по мне, но затем через пару секунд возвращается. На лице княжны написано в удивлении какой-то совсем поддевчоночь и мучительно красноречивый призыв о помощи, но ни жестом, ни голосом позвать меня не решается. Ну, понятное дело, правило приличия — ёптить. И полковника Свитского посылает за штаб с капитаном сплошной мавитонс. Придется проявить инициативу, в конце концов, она шеф моего батальона. Значит что? Правильно, почти прямой и непосредственный начальник. Имею полное право подойти и доложиться. Прошу простить господа, но, похоже, мне придется вас покинуть. Поворачиваюсь к своим спутникам. Денис Анатольевич, в случае чего мы вас поддержим, понимающий улыбается Воронцов. Я надеюсь, обойдется без стрельбы и взрывов. Постараюсь, Петр Всеславович, но гарантировать не могу. Сие не только от меня зависит. Нет. Принимаю шутку и улыбаюсь в ответ. Хотя в каждой шутке обычно бывает довольно большая доля правды. У меня и люгер в кабуре, и старый добрый лифош в кармане. Не считаю шашки, традиционно заголеничного оборотня. Так, на всякий случай, который, как известно, может быть очень разным. Пробираюсь через любопытствующих, отодвигаю с дороги, не посмевшего возражать городового и подхожу к автомобилю под прицелом взглядов лейб казаков и свицких из второй машины. А дальше все по уставу, руку к фуражке и... Здравия желаю, ваши императорские высочества! Денис Анатольевич, вы здесь? Каким образом? Княжина до сих пор радостно удивлена. Сдавал экстерном экзамены за курс военного училища. Ваши... Денис Анатольевич, вы забыли. Для вас и остальных офицеров батальона обращение без титулования. Просто Ольга Николаевна. Потом княжна вспоминает про этикет. Это моя сестра, великая княжна Мария Николаевна. Здравия желаю, ваше императорское высочество. Козыряю еще раз, получая в ответ «Здравствуйте, господин штабс-капитан» и милую улыбку шестнадцатилетней красавицы. Наша приятная светская беседа прерывается неожиданным образом. Со стороны вокзала начинается торжественный монолог господина Гучкова перед вышедшими инвалидами. Мда, поднаторел товарищ в слюнопролитных думских баталиях. Красиво излагает. Не извергает бурный водопад своего профессионального красноречия на уши ни в чем не повинных людей. Ах, какая эмоциональность, какая патетика! Скорбь по погибшим, святая вера в победу, не выражаемая никаким языком огромная благодарность присутствующим здесь героям, освободившимся из германского плена, за их великий подвиг. У меня перед глазами наглядная иллюстрация к выражению «трындеть, не мешки ворочать». Так, а почему эта великая княжна разволновалась? Я пропустил что-то интересное? Нет, вы только подумайте, этот противный Гучков, он же обещал отправить их всех в наш госпиталь. Что мы теперь скажем, мама? Ну-ка, ну-ка, вот отсюда, пожалуйста, поподробнее. Все прибывшие должны были направиться в царский сельский госпиталь, но комитет Красного Креста нашел более удобное и комфортабельное место для сегодняшних героев. Да, красиво, изячно. Все в дерьме, включая присутствующих великих княжон. И только Александр Иванович весь в белом. Прошу простить великодушно, Ольга Николаевна, но мне придется ненадолго удалиться. Еще раз беру под козырек и начинаю проталкиваться к импровизированной трибуне, с которой вещает этот доморощенный Цицерон. Сейчас будем дартаньянить. Интересно, в газетах, как всегда, правду напишут ли то, что действительно произошло? Александр Иванович Гучков по давно въевшейся привычке опытного оратора красноречиво окружал свои мысли гирляндами слов, краем сознания следя за реакцией окружающих слушателей. Сегодняшнее выступление было запланировано заранее, и он к нему хорошо подготовился. Даже если бы от царской семьи присутствовали не наивные дочери Николая II, а кто-нибудь посерьезней, типа принца Альденбургского или великой княгини Марии Павловны, все равно вышло бы так, как хотел он. В худшем случае выслушал бы пару-тройку у коризиных фраз и все. Но результат был бы прежним. Люди бы видели, кто именно болеет за судьбу России, заботится о нуждах фронта, об инвалидах и раненых, и кто принимает решение. Вобрав воздух в легкие, чтобы продолжить свою пламенную речь, Александр Иванович осекся на полусловие из-за резкого и внезапного квакания автомобильного клаксона, раздавшегося за спиной. Обернувшись, он увидел возле водителя незнакомого штабс-капитана с георгиевской шашкой и целой колодкой орденов на груди, среди которых мельком разглядел и пару иностранных. Среднего роста худощавого телосложения, с аккуратными усиками и насмешливым взглядом. А далее Александр Иванович просто впал в ступор, потому что никто и никогда, наверное, не вел себя так ни с кем из рота Гучковых. Водила в машине до того заслушался своего патрона, что и не заметил, как я дотянулся до резиновой груши и немного побибикал. Оратор или оракул, не знаю, как правильней назвать, заткнулся на полусловии и чуть не грохнувшись на мостовую, повернулся посмотреть на источник помех. На мордочке видно выражение недоумения, постепенно переходящее в праведный гнев. Ну, сейчас мы этот процесс ускорим, в пределах дозвольного. Господин хороший, вам случайно не приходилось слышать старую русскую поговорку о том, что соловья баснями не кормят. Так, народ заинтересовался, репортер Ушкина вострили, продолжаем клоунаду. Или вы считаете, что раненым и инвалидам, да на голодный желудок, интересно слушать ваше краснобайство? Господин штабс-капитан, что вы себе позволяете? Кто вы такой? Отромь прошла, и Александр Иванович, дав выход своему возмущению, решил поставить взорвавшегося офицера на место. Ответ был настолько неожиданным, что он снова не нашелся, что сказать. Такого не может быть. Совсем недавно, желая проверить достоверность слухов о возросшей популярности в армейской среде, некоего штабс-капитана Гурова, Александр Иванович по своим каналам дал указание собрать всю информацию об этом человеке, дабы решить, насколько можно будет его использовать в грядущих событиях. И вот он тут, как чертик из табакерки, появляется в самый неожиданный момент. И, судя по всему, настроен довольно враждебно. Задумавшийся на секунду Гучков услышал последнюю фразу штабс-капитана и понял, что все окончательно пошло не так, как планировалось. «Штабс-капитан Гуров Томский, к вашим услугам, господин особоуполномоченный Красного Креста». «И чего ты орешь, как потерпевший? Кто я такой? Пожалуйста». Опять дядька завис в перезагрузке. И в толпе какое-то оживление, особенно там, где стоят с гарантированной неприкосновенностью германский чинуша и сопровождающие его сестры милосердия. Одна особенно разволновалась, так и сверлит взглядом, скоро дырка появится. Пора заканчивать этот балаган. Господа георгиевские кавалеры, от имени великих княжон Ольги Николаевны и Марии Николаевны, имею честь сообщить, что вам необходимо проехать на Царско-сельский вокзал для следования в госпиталь, где вы пройдете обследование и необходимое лечение. Снова обращаюсь к Гучкову и Ко, не в силах удержаться от язвительного замещания. Интересно, а как вы, господа, собирались помогать людям с костылями залезать в грузовые авто? Или сей момент не заслуживает вашего высокого внимания? Поворачиваюсь в сторону извозчиков, наслаждающихся бесплатным зрелищем, и перекрывая людской гомон, ору командным голосом. «Эй, залетные! Сюда, рысью, по одному! Живо!» В конце концов, сам рассчитаюсь, если что, денег хватит. Дергаюсь в направлении лихачей и замечаю, что Ольга Николаевна что-то сказала давешнему колобку, и тот шустренько катится навстречу таксистам, на ходу пытаясь попасть рукой в карман. Пока раздумываю, стоит ли составить ему компанию, ловлю в спину фразу Гучкова, произнесенную так, чтобы услышал только я, ну и, может быть, личная водила. «Ты об этом еще пожалеешь!» Оборачиваюсь и пристально смотрю в глаза, где видна плохо скрываемая злоба. «Тебе, гад! Сейчас мозги вправить или потом, при случае? А может, сразу пристрелить, чтобы не мучился, обеспеченный старостью?» Кавалькада из десятка пролеток, возглавляемая автомобилями Великих Княжон и их свиты, убывает на вокзал. Но прежде Ольга Николаевна передает мне обязательное к исполнению приглашение на чаепитие завтра в 17.00, мотивируя тем, что мама давно хотела познакомиться с героем, спасшим ее дочурку. По дороге домой Александр Иванович размышлял о сегодняшних событиях, логически оценивая все произошедшее как с отрицательной, так и с положительной стороны. Но все-таки какая-то мелкая деталь, оставшаяся вне его внимания, не давала ему покоя, что-то он упустил. Откинувшись на спинку сидения, Гучков закрыл глаза, отрешился от умозаключения и попытался визуально вспомнить всю цепочку событий. И почти сразу же понял, что его беспокоило. Взгляд, брошенный штабс-капитаном на прощание. В тот момент, когда была упущена инициатива, Гучков, почти потеряв контроль над собой, набрал в легкие побольше воздуха, дабы начальственным рыком поставить на место этого бог знает что возомнившего себя офицеришку, и тем самым мгновенно восстановить в глазах толпы и свои свиты несколько пошатнувшийся авторитет. Но инстинкт самосохранения, который не раз выручал его во всех жизненных перипетиях, помимо воли сдержал на языке приготовленную гневную тираду, а память услужливо подкинула воспоминания давно минувших дней. Очень давно, еще во времена Англо-Бурской войны, Александр Иванович видел такие взгляды. С таким же прищуром и также абсолютно равнодушно бурские стрелки смотрели на англичан, выбирая в какое именно место всадить пулю. И точно такие же глаза были сегодня у этого штабс-капитана. Гучков энергично помотал головой, отгоняя и сегодняшнее видение, и воспоминания из далекого прошлого, и устроился поудобней на сиденье. Да, с этим Гуровым надо срочно что-то решать. Глава вторая Учитывая, что как-то невежливо будет опаздывать на чашку чая, к августейшим особам, приехал в царское село с хорошим запасом времени, который трачу на то, чтобы не торопясь прогуляться сначала по бульварной, затем по церковной улицам, а на указанном перекрестке повернуть направо и очень быстро оказаться возле изящной чугунной ограды, отделяющей место обитания царской семьи от остального мира. По пути глазею по сторонам и прикидываю, в каком доме сейчас мог бы жить, если бы тогда согласился на перевод в лейб-конвой. Поразмышляв над тем, что с переездом потерял бы всякую свободу действий и стал бы одним из бесконечных маленьких винтиков большого механизма, пришел к выводу, что ни один из особняков мне не нравится. У ажужных ворот красивого чугунного литья, которыми заканчивается дорога, меня опускают с небес на землю. Весь насквозь официальный гвардий-поручик узнает цель прибытия, просит предъявить удостоверение и, вытеснив из традиционной черно-бело-полосатой будки молодцеватого унтера с винтовкой, связывается с кем-то по телефону. Ну, это нам до боли знакомо. КПП, пропускной режим и все остальное в том же духе. Закончив разговор, поручик возвращает мои документы холодно-корректным тоном, предлагает подождать сопровождающего. Пока измеряю шагами пространство перед воротами, вспоминаю пересказанный доктором Голубевым вариант посещения царского дворца Алексеем Максимовичем Пешковым-Горьким и невольно улыбаюсь той нелепице, которую довелось тогда услышать. Ладно, если бы смешно было, проскочила бы за анекдот, а так? Очень похоже на либералистические фантазии про кровавую гобню и сто пятьсот миллионов лично замученных.